Привет ютуб, Ларин, не у уткин, как заявил Хован по итогу версуса, если вы посмотрите видео боев у уток с петухами на ютубе, то заметите, что утка всегда побеждает петуха. А на версусе Ларин проиграл Хованскому, значит, Ларин, не у утка. И кроме того Хованский заставил людей ассоциировать Ларина с гадким утенком, чтобы скрыть что оба друг на друге пиарились. Но посмотрим это видео, где тарелка с кормом символизирует хайп и пиар с версуса, и Ларин слева спокойно ест из миски. И пытается отогнать Хованского от кормушки, но Хованский очень хотел пиара, потому что оба они голодны до подписчиков. Но в итоге Ларин не выдержал и признал свое поражение. Которое не имеет никакого значения, поскольку потерял здесь только тот, кто насыпал корма в миску. И потеряли мы, продолжая дальше существовать в мире, где правят скандалы, интриги и расследования, оставляя за собой монополиное информационное и культурное пространство. Сохраняя наш мир серым и замкнутым в этом повторении, вы видите на этом примере как выглядит их конфликт на самом деле. Мы все видели какая огромная очередь зрителей выстраивалась за получением долгожданного версу из батла Ларина и Хованского, и как наконец накормили людей, и как это похоже на раздачу блинов с лопаты. Наш мир серый и переполненный насилием, в котором человеческие потребности сведены к минимуму и не удовлетворены. Я предлагал популярным блогерам начать пиорить искусство, свободное творческое и концептуальное самовыражение, и ходить на выставки художников, продвигать созидательные и этические способы выражения эмоций, но они только гордятся собой, приспособились и не хотят ничего менять, завидуют друг другу, устраивают конфликты и хайпы. Я хочу жить в мире где вруне эти будут спорить о том чья картина человечнее и поэтичнее, а не спорить кто лучше обматерил оппонента, и в подъезде пацаны будут обсуждать гармоничные пейзажи на стенах домов и новые направления в музыке и во всех сферах.